В Сербии довольно много цыган, ну хотя где их мало? Ну, здесь они прям бросаются в глаза. Да, мы жили в Турции, там тоже их было прям очень много, еще больше, чем тут. И, кстати, в Турции их там и называют цыганами, какого-то отдельного имени у них нет. И все они завязаны на мусоре, в прямом смысле этого слова. Бизнес у них такой во всей стране. Они собирают мусор и сдают на переработку, так и живут. Ну, а что же с ними в Сербии? Ты на канале World Space, я Олеся. Я Владимир. One night. Давайте обсудим эту малую народность, которая проживает в Сербии. Что в них примечательного, как они тут живут и стоит ли их бояться? Здесь в Сербии их правильно называть ромами. И сколько их в Сербии никто не знает. А все из-за частой миграции. Переписи участвовать они не любят, а те, кто участвует, могут называть себя или сербами, или венграми. В последней переписи 2022 года в Сербии живет 131 тысяча ромов, что на 16 тысяч меньше, чем в 2011 году, предыдущая перепись. Однако разные исследования показывают, что их может быть от 250 до 500 тысяч. Понятно, что отсутствие адекватных цифр не может позволить властям разработать эффективную стратегию интеграции этого народа. Согласно данным ЮНИСЕФ на 2006 год, более 60% семей жили за чертой бедности. Но, возможно, сейчас этот показатель улучшился. Вообще считается, что еще 10 лет назад жизнь ромов была намного хуже, чем сейчас. Ситуация с ромами все время требует внимания властей. Все понимают, что здесь все еще часто встречается и попрошайничество, и эксплуатация госфондов, и воровство, и ранние браки. Об этом говорят и представители романских ассоциаций, и представители власти также об этом говорят. Но заявлять, что это характеристика всего народа, это дискриминация. Правительство постоянно придумывает, как социализировать ромов. По данным Министерства труда, они являются самыми многочисленными получателями социальной помощи. Многие получают выплаты как малоимущие. Это около 10-12 тысяч в месяц. Но по закону, семьи с трудоспособными членами могут получать помощь только 9 месяцев в году. Главные программы – это образование для детей и трудоустройство для взрослых. Дети рома в школе учатся и питаются полностью за счет государства. Но зачастую дети уходят из школ после младших классов, так как родители требуют помогать им в работе. Обычно эта работа – это сбор вторым сырья. Еще несколько лет и девушки выходят замуж, урожают людей, чтобы получить пособие на них. И уже не возвращаются к образованию. В фонд образования ромов ведет программу настальничества, добиваясь, чтобы ромы-старшеклассники завершили школу и отправились за высшим образованием. Сейчас в школах учатся около 18 тысяч ромов, а в университетах только 2 тысячи ромов. Студенты рома периодически получают социальные выплаты от государства. Последняя выплата, о которых нам известно, это 50 тысяч динар. Власти порой даже хвастают об удачных случаях трудоустройства ромов. Так, например, мэр Белграда заявил, что все ромы, кто подаст заявку, будут трудоустроены в городских службах. А недавно в администрации Ниша появились первые сотрудники ромы. Но понятно, что работодатели пока неохотно принимают их на работу всего, но в учете в службе занятости состоит порядка 25 тысяч человек. Есть проблемы с нелегальными поселениями ромов, в которых антисанитария, отсутствие воды и электричества. Такие поселения есть в Белграде. Там особенно большое поселение насчитывает около 30 тысяч ромов. Власти предпринимали попытку ликвидировать такие поселения и выделили семьям квартиры. Но ничего хорошего из этого не вышло, так как на новых жильцов стали жаловаться соседи. Из-за шума, запахов и опять же антисанитарии. А ромы продали все из квартир и вернулись обратно на улицу. За ситуацию с ромами много кто приглядывает. В Сербии есть Министерство по правам человека и меньшинств. Есть много ассоциаций и объединений ромов. При крупных газетах есть отделы, которые пишут только про них. Евросоюз также очень сильно работает в направлении интеграции ромов, поддерживая страны деньгами, контролем и советами. Сербы же в большинстве своем стараются быть толерантными к национальным меньшинствам. Хоть большой любви к ним и не питают. Но сохранению толерантности помогает память о страшной истории в 1997 году в Белграде. Когда двое 17-летних скинхедов забили до смерти 13-летнего мальчика из ромов. И никто из прохожих их не остановил. Эта история потрясла Сербию. Виновных, конечно, осудили. Они давно уже освободились. Но в память о погибшем мальчике каждый год проходят мемориальные турниры по футболу имени Душана Йоуановича. Но чем же ромы занимаются в Сербии? Чем зарабатывают? И зарабатывают ли они вообще? Как и в большинстве стран, ромы в Сербии занимаются торсырьем. Потрошат мусорки и набивают бутылками огромные белкометровые мешки, которые потом споят у них во дворах. И тебе, наверное, интересно, что вообще на этом можно заработать. На самом же деле это многомиллионный бизнес. Но нет для самих сборщиков. Ромы сдают бутылки частным компаниям. За килограмм бутылок можно получить порядка 20 динар. Кило – это 20 бутылок. Ну, сколько может поместиться в их мешок? 100 бутылок, 200 или 300. Если так, то за мешок они могут выручить примерно 100 или 300 динар. Данные бутылки перерабатывают. Есть заводы по переработке пластика. Они делают из торсырья пластиковые грановые, которые затем используются в промышленности для производства предметов. Но заводы предпочитают не связываться с участниками, а закупают их юрилейц с большими объемами. За это и цена будет выше. Поэтому есть мелкие компании по сбору пластика, которые скупают его у ромов и других сборщиков за небольшую плату им. А затем отдают заводу в торсырье тоннами и выручают огромные деньги. Некоторые такие компании власти обвиняли в уклонении от налогов и работе без нужной документации. В 2017 году в Новисаде был мусорный скандал, когда городская компания «Чистота», которая занимается мусорными контейнерами, объявила нелегальным сборщикам войну, обвинив их в краже в торсырье из мусора. Так как компания «Чистота» тоже сдает в торсырье и пополняет так бюджет города. Потери бюджета тогда оценивались как многомиллионные. И как минимум 12 миллионов динар в год в бюджету обходилась починка мусорных контейнеров, которые портились с сборщиками в торсырье. У них что-то на руки. Вот они так губцы что ли, я не знаю. Об этом «Чистотели чистоты» заявляли городским СМИ. Местные официальные компании по переработке пластиковых бутылок тогда подтверждали, что если в день они получали по 2 тонны пластиковых отходов, то из-за вороста бутылок объем упал в 10 раз. Если посчитать, 2000 кг на 20 динар, получается 40 тысяч динар в день. Чтобы показать серьезность претензий, несколько лет назад городские власти наняли частных контейнерных охранников, которые патрулировали улицы и гоняли сборщиков в бутылок, фотографируя их, вызывая полицию. На их работу было выделено 6 миллионов динар. То ли на год, то ли на два, уж точно не помню. Горожане относились к такому, как к странной дорогой инициативе. Но большее недовольство вызвало неуклюжее объяснение компании «Чистоты» о том, что мусор – это якобы их собственность. Дело вышло на национальный уровень. Работу контейнерных охранников осудили различные сербские ассоциации переработчиков торсырья, объединение ромов и Организации по правам человека. Они напомнили, что бедные семьи так добывают себе средства на жизнь и имеют на это полное право. И сербская ассоциация переработчиков упаковочных отходов заявляла тогда, что 80% торсырья в стране поступает на заводы от неформальных сборщиков, и среди них только две трети ромы. А от городских властей, по данным ассоциаций, поступает мало торсырья. После этого контейнерных охранников уже не видели. В итоге мусорная война привела к тому, что ромы продолжают колесить по Сербии и собирать торсырье. И это так и осталось их основным занятием. Некоторые ромы, которые не хотят заниматься торсырьем, живущие в селе, мало-помалу занимаются земледелием, выращивают культуру для собственных нужд. Порой ходят по домам и просят помочь с продуктами. Но местные жители считают, что бесплатно продукты им давать не следует, и поэтому предлагают им посильную работу на своих землях. А взамен предлагают оплатить их труд, чтобы они, в свою очередь, пошли и купили в магазине то, что им необходимо. Но, зная, что они обычно слышат в ответ. Слышат они отказ от ромы, так и говорят. Не хочу работать, просто дай мне то, что у тебя есть, чтобы я накормил детей. Местные сербы в селе отзываются о ромах, как о лентяях, которые не хотят трудиться. Им проще пройтись по селу и что-нибудь выпросить бесплатно у места. Если посмотреть на них в городе, например, у нас в Лознице, то ромы пристают к людям в кафе и ресторанах и настойчиво просят деньги. Не уходят, пока им не дадут хоть какую-то купюру. Сотрудники кафе часто их прогоняют, так как те прям докучают посетителям. И мы лично видели, как некоторые ромы даже проявляют агрессию по отношению к сотрудникам кафе. Пугаются, машут руками. Некоторые пытаются даже драться. У нас вот в соседнем селе живут несколько семей ромов, у них там несколько домов. Один дом прям впечатляет взор и не в плане чего-то прекрасного. Окон там нет, фасад трещина, труба от шпора-то выставлена прям в окно. Трава на зиму они не заготавливают, а топят всем, что смогут достать. Ломают старые заборы, собирают что-то на мусорках, что может гореть. Курей и уток они не заводят, во дворе у них бардак. Бегает куча детей, но имеет собаку, на которую, если честно, больно смотреть. Она грязная с маящимися глазами. Но следует также сказать, что они не агрессивные в большинстве своем, весьма дружелюбные, всегда здороваются и взрослые, и дети. Обычно они говорят на сербском, но есть и те, которые говорят на своем языке, и местных совсем не понимают. Я так наблюдал, как он пытался купить сигареты в магазине, и вот его абсолютно не понимал никто, просто никто в магазине. Держатся они обособленно, с местными дружеских или хотя бы приятельских отношений не заводят. Ну, может быть, сербы их не пускают в свое общество, как раз из-за их асоциального образа жизни. В чужие дома они не лазают, даже во двор не заходят. В этом плане они молодцы. Законы соблюдают, и местных жителей не кошмарят. Но живут себе и живут своей жизнью. Некоторые семьи, в том числе в соседнем селе, имеют свою газельку, на которой регулярно ездят на свалку и собирают все, что можно использовать в хозяйстве, и то, что можно в последующем сдать на вторсырье. Так, однажды у нас кто-то вывез на свалку старую мебель, кресло, диван. Так, буквально за пять минут это все испарилось оттуда. Мы, когда ходим в магазин в соседнее село, проходим мимо одного из таких ромских домов, так мужчина всегда там улыбается и здоровается с нами. Весьма дружелюбный парень. Опасности рядом с ними не ощущается. Единственное, что неприятно наблюдать за погромами и откровенным мусором в их домах. Если честно, мне очень жаль дедушку, который очень близко соседствует рядом с их домом. Мы ведь все любим созерцать прекрасное. Правда ведь? А он ежедневно наблюдает мусор и разрушающийся дом. А как ты относишься к такому соседству? Напиши об этом в комментариях. Подписывайся на канал, проявляй активность в виде лайков или дизлайков. Ютуб это очень любит. И мы видим обратную связь, понимаем, в нужном ли направлении двигаемся. Текстовую трансферию баксу можно всегда найти в нашем телеграм-канале. Поэтому подписывайся на него тоже. Там нам много чего выкладываем, рассказываем, чего не выкладываем и не рассказываем на Ютуб. Кликабельная ссылка есть в описании под видео. Обняли, подняли и немножечко руснули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok